Для работы с циклами есть пара полезных операторов. Это операторы break и continue. Давайте посмотрим, как они работают на примере одной задачи. Задача будет следующая. Пускай мы хотим прочитать 5 пар чисел и для каждой пары чисел вывести их произведение. Это можно делать с помощью цикла. Мы заводим переменную i и в цикле до тех пор, пока i меньше 5, делаем следующее действие. Прочитаем i и b, две переменные, преобразовываем их в целые числа, вводим результат. a умножить на b. После чего увеличиваем переменную i на 1. Таким образом, изначально i равно 0, цикл до тех пор, пока i меньше 5. Итого, данный цикл прочитает 5 пар чисел и для каждой пары чисел выведет произведение i и b. Все просто и понятно. Теперь давайте немножко изменим нашу задачу. А именно сделаем так, чтобы в случае, если нам ввели два нуля, наш цикл досрочно завершался. То есть, если нам вводят 2,2, мы выводим 4. Если дальше нам вводят пару 0,0, мы завершаем работу программы и ничего не выводим в этом случае. Как это можно сделать? Для этого можно использовать цикл break. Оператор break. Оператор break позволяет досрочно завершить цикл. В данном случае это можно использовать следующим образом. Мы используем примерно тот же самый алгоритм, алгоритм, но после прочтения чисел и преобразования их в числа добавляем дополнительную проверку того, что числа a и b оба нули одновременно. Мы проверяем условие, что a равно 0 и b равно 0. Если это условие верно, то мы используем оператор break и досрочно завершаем наш цикл. То есть, в случае, если это условие оказалось верно, все, что написано дальше, не выполняется, ни эта итерация до конца не будет завершена, ни последующая итерация не будет спускаться, управление перейдет на те команды, которые будут идти после цикла. Можно также использовать цикл оператор break в связке с оператором else. В этом случае можно вот здесь после цикла написать конструкцию else, двоеточие, и какие-то команды, которые мы выполняем в случае, если цикл завершился не по оператору break. То есть, например, мы можем в этой ветке else написать выведено 5 чисел. Потому что, если мы до сюда дошли, до этого места, то это означает, что break не был вызван, а значит, все 5 пар чисел были прочитаны и перемножены. Значит, 5 пар. Еще один оператор continue. Он позволяет завершить текущую итерацию цикла и перейти к следующей. При этом переход к следующей итерации цикла произойдет только в том случае, если она должна быть. То есть, текущая итерация цикла завершается, и происходит проверка условия, что надо продолжить цикл. Если продолжаем, если условие верно, то цикл продолжаем. Таким образом, давайте немножко еще изменим нашу задачу. Сейчас будем делать следующее. В том случае, если нам ввели пару чисел, а и b, мы смотрим. Если это оба числа нули, то мы завершаем цикл досрочно. А если одно из чисел, а или b, оказалось нулевое, то мы будем игнорировать эту пару. Таким образом, в принципе, нам может быть введено много пар, где одно из чисел нулевое. Мы их просто игнорируем и читаем пары чисел до тех пор, пока не будет введено 5 ненулевых чисел. Либо будет введена пара 0,0. Тогда мы досрочно закончим нашу программу. Как это можно реализовать? Аналогично предыдущим случаям. Завели переменную i, обнулили ее. Цикл до тех пор, пока i меньше 5. Читаем числа. Проверяем то, что нам нужно закончить цикл досрочно, то есть то, что а и b оба нули. Дальше, если оказалось так, что у нас, если мы дошли до этой строчки, до этого if, значит у нас пока что не было двух нулей. Значит мы можем проверить, что одно из чисел а или b это 0. Проверяем, а 0 или b 0. Если это так, то мы не будем выводить, не будем выводить произведение и не будем увеличивать и на единицу. То есть мы просто проигнорируем эту пару чисел, как будто бы нам их не вводили. И значит, в случае, если это оказалось так, то управление переходит вот сюда. Снова происходит проверка. i не менялась, поэтому в данном случае следующая итерация гарантированно начнется. И дальше будет по новой читаться два числа, сравниваться с нулями и так далее.